Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Александр Цибульский опроверг слухи об объединении Ненецкого округа с Архангельской областью. Об этом исполняющий обязанности губернатора НАУ сообщил в интервью телеканалу «Россия-24». Кроме того, Александр Цибульский рассказал о перспективах развития региона, кадровой политики и многом другом. Развитие транспортной инфраструктуры и пополнение воздушного парка авиапредприятия. Проблемы долгостроев в регионе и благоустройства городской среды. Эти проблемы и задачи Александр Цибульский назвал в числе приоритетных, требующих немедленного вмешательства. Первое, конечно, есть проблемы долгостроев. Есть порядка 15 объектов, в которые были вложены приличные государственные деньги. И они на сегодняшний день не завершены и стоят в таком вот полузаконченном состоянии. С ними надо принимать решения, либо их достраивать, либо пересматривать их функциональную принадлежность. В основном это объекты социальной инфраструктуры. В округе очевидная нехватка таких объектов. Поэтому сейчас, мне кажется, надо проанализировать, что с ними происходит, и принять решение либо по их достройке, либо по их перепрофилированию. Максимально сосредоточиться, построить и ввести в эксплуатацию три остальные очереди дороги Нарин-Марусинск. Эту задачу Александр Цибульский видит одной из основных в своей работе. Находясь в Нарин-Маре чуть больше суток, исполняющий обязанности губернатора отметил не самое хорошее качество дорог и плачевное состояние газонов. Этим нужно заняться, отметил Цибульский. В ходе интервью затронули и одну из самых волнующих жителей региона тем – объединение с Архангельской областью. Этот вопрос очень волнует всех жителей. Я могу официально сказать, что мне такой задачи, когда президент назначал меня исполняющими обязанностями, не ставилось. И никто из моих руководителей в Москве такую задачу передо мной не ставил. Конечно, главное, что предстоит решить новому губернатору – это проблема специфической структуры экономики. Не секрет, что 90% доходов бюджета связаны с нефтью. Диверсификация экономики жизненно необходима Неницкому округу, отметил Александр Цибульский. Бытность свою замминистра экономического развития занимался проектом развития моногородов, был к нему тоже причастен. Так вот, здесь в определенной степени монорегион. И монозависимость, она всегда очень опасна, потому что в хорошие конъюнктурные времена это твое конкурентное преимущество, которое, правда, тоже заставляет тебя меньше работать, потому что у тебя слишком все хорошо становится. А если вдруг меняются макроэкономические и внешние условия, то это становится катастрофой, потому что тебе нечем заместить те доходы, которые были. И баня цены на нефть есть сразу? Конечно, они крайне чувствительны для региона. Регион, конечно, просто впрямую зависит от цены на нефть и даже еще на цену на курс доллара, потому что часть доходов исчисляется по соглашению о разделе продукции в долларах. Это первое, поэтому крайне важно диверсифицировать и привносить новые отрасли, новые сектора экономики. Надо нацелиться на развитие малого и среднего бизнеса, что здесь тоже будет не очень просто, понимая те количественные ограничения людей, которые есть. Здесь просто живет немного людей, поэтому нету достаточно внутреннего рынка для полноценного развития малого и среднего предпринимательства. Но, тем не менее, мы будем смотреть и стараться сейчас нащупать те направления, которые могли бы быть оптимальны для развития такого непростого и специфического региона. Особое внимание Александр Цибульский уделит теме освоения арктического шельфа. По мнению исполняющего обязанности губернатора, Ненецкий округ имеет большие перспективы в качестве одной из опорных зон Арктики. Что касается кадровой политики, Александр Цибульский отметил профессионализм команды прежнего губернатора и выразил намерение продолжать работу, не предпринимая скоропалительных и эмоциональных кадровых решений. Я не сторонник и не хотел бы принимать кадровые решения, которые были бы не связаны с оценкой профессионализма тех людей, которые находятся в своих местах. Поэтому, конечно, я бы исходил из того, что надо максимальный костяк сохранить из тех людей, которые сегодня работают на своих местах, если они готовы продолжать работу, если наше видение цели, ради которых мы это делаем, совпадет. Но если будет необходимость усилить нашу команду людьми из других регионов или из Москвы, имеющих также опыт работы в федеральном правительстве или в каких-то других направлениях, то мы обязательно это сделаем. Но будем всегда всей командой принимать решения взвешенно и посоветовавшись. В качестве напутствия теперь уже своей команде Александр Цибульский отметил, что привык к высокому темпу работы и выразил надежду, что все коллеги смогут его разделить.